В Новосибирской области более 200 тысяч работников в бюджетной сферы. И это не только, как мы привыкли слышать, медики, учителя и социальные работники. Состав бюджетников гораздо шире. И решение губернатора Андрея Травникова коснется их всех. Будут повышены на 10% оклады, и соответственно на 10% произойдет повышение реальной заработной платы. Необходимые нормативные документы, подготовленные и уже проходят согласовательные процедуры, которые будут вынесены на правительство. Муниципалам тоже дано поручение подготовить свои необходимые нормативные акты, для того, чтобы это решение нашло свою реализацию. Решение вступает в силу с 1 июля, а значит зарплата за этот месяц будет уже выше. Второе решение губернатора касается региональных мер социальной поддержки. Напомним, у нас их 40, и предназначены они для разных групп населения. Часть из этого перечня индексируется ежегодно, таких 14. И размер их в этом году уже повышали на 3,8%. Это диктует закон о бюджете. Но так как жизнь дорожает повышенными темпами, то правительство Новосибирской области и глава региона решили индексацию повторить. Мы сейчас прорабатываем вопрос о повышении, об индексации вот этих мер поддержки на 10%. Сейчас производятся необходимые расчеты, они будут представлены в Министерство финансов, и также это решение начнет действовать в этом году. Меры поддержки, которые зависят от уровня прожиточного минимума, который изменился с 1 июня этого года, уже увеличились. Необходимый перерасчет в Министерстве труда и социального развития региона выполнили самостоятельно. Меры поддержки, которые выплачиваются фиксированными суммами, не изменились. Третье очень важное решение, это решение, наверное, важное для каждой семьи, где воспитываются дети, тем более те дети, которые пользуются льготами в плане школьного питания. Было принято решение о выравнивании стоимости питания льготных категорий, независимо от тех детей, которые учатся в образовательных организациях, которые относятся к Министерству образования Новосибирской области. На эту тему было много вопросов от родителей, которых интересовало, почему ребенок из многодетной семьи питается по одной цене, а остальные школьники по другой. Теперь решением губернатора Андрея Травникова стоимость обеда в школьных столовах приведена к единому показателю. Для этого из бюджета дополнительно выделено более 200 миллионов рублей.